Всем привет! С вами снова Азат. Вы находитесь на канале Автосправочная. Напомню, на сегодняшний день в России при расчете стоимости полиса ОСАГО используется базовый тариф, на который умножаются различные коэффициенты, такие как коэффициент мощности двигателя, возраста стажа, прописки, а также коэффициент КБМ. Коэффициент КБМ это коэффициент бонус-малус по-другому, он же безаварийный коэффициент называется. Это один из немногих коэффициентов, на которые водитель может напрямую повлиять своим аккуратным безаварийным вождением. То есть именно этот коэффициент дает ежегодную скидку на полис ОСАГО для тех водителей, которые не становятся виновниками ДТП. Соответственно, наоборот, для водителей, которые являются виновниками ДТП, этот коэффициент стоимость полиса ОСАГО повышает. Последние изменения в значении этого коэффициента КБМ выносились весной 2022 года. Тогда минимальное значение этого коэффициента было снижено с 0,5 до 0,46. То есть для самых аккуратных водителей с большим безаварийным стажем стоимость полиса ОСАГО сейчас может стать еще чуть дешевле, скажем так. Для тех же водителей, которые передвигаются с авариями, то есть становятся виновниками ДТП, максимальное значение коэффициента КБМ, наоборот, существенно выросло до значения 3,92. Соответственно, для тех водителей, которые в течение года неоднократно становились виновниками аварий, стоимость полиса ОСАГО за счет этого коэффициента может вырасти практически в 4 раза. К примеру, у меня на сегодняшний день действует коэффициент 0,52. 1 апреля, если у меня не будет ДТП по моей вине, он должен превратиться в 0,46. То есть у меня будет применяться максимально возможная на сегодняшний день скидка за безаварийный стаж. Именно поэтому тем водителям, у которых после 1 апреля 2023 года были аварии по их вине, имеет смысл поторопиться с оформлением полиса ОСАГО до 1 апреля, если он у них истекает в ближайшие недели или месяц-полтора. Дело в том, что значение коэффициента КБМ автоматически обновляется 1 апреля каждого года. Соответственно, если у вас за предыдущий период было ДТП, то именно 1 апреля резко для вас полис ОСАГО станет дороже. При оформлении ОСАГО до 1 апреля 2024 года вы сможете сэкономить на стоимости страховки хотя бы в этом году. Естественно, в следующий раз все равно за счет коэффициента КБМ полис ОСАГО для вас станет дороже. Те же водители, которые являются безаварийными, то есть у которых за предыдущий год аварий не было по их вине, для них коэффициент КБМ с 1 апреля наоборот должен снизиться. Соответственно, им наоборот пока не стоит торопиться покупать ОСАГО, если полис истекает в ближайшие недели. Лучше сделать это 1 апреля, либо чуть позже. Сильно откладывать покупку я бы тоже не стал. Дело в том, что когда снижается массовый коэффициент КБМ у водителей, страховщики, соответственно, теряют свои прибыли и они различными способами пытаются заработать. То есть безаварийным водителям после 1 апреля, там через несколько дней, либо через пару недель, они могут просто-напросто начать применять более высокое значение базового тарифа ОСАГО. Напомню, на сегодняшний день эти значения могут быть в диапазоне от 1646 до 7535 рублей. Вот такая вот информация. А если вам нужно купить или продлить электронный полис ОСАГО, сделать это вы можете по ссылке в описании. Там на одной странице вы можете сравнять предложения от большинства страховых компаний, выбрав наиболее выгодный именно для вас вариант. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеюсь, информация была для вас полезной, интересной. Что вы думаете по этому поводу? Какой у вас КБМ? Делитесь информацией в комментариях под этим видеороликом. Желаю всем безопасных дорог и всем пока!